Расскажу вам про эффект осознания, осознания своих возможностей, истинных возможностей, которыми каждый обладает. Я смотрю сериал «Ситая рама». Уникальный, образовательный во всех отношениях. Так вот, там демон Равана, повелитель Ланки, похитил Ситу, и Ситу, когда он похитил, она себя ассоциировала только с женщиной. Вот я женщина, и больше ни на что, как бы сказать, не способна. Я доверяю своему мужу, люблю его. Ну и, будем говорить, вот, как бы такая несчастная, такая во власти этого грозного повелителя Ланки, которого называют Ланкэш. Ланкэш, запомните это. Вот, и она такая несчастная, такая, покинутая, такая, вот, как бы сказать, невладеющая ситуацией, что вот тут вот будет со мной, ой. Боялась грозности Ланкэша, который намеревался на ней. Начала сделать служанкой, потом жениться. Ага, ну, после того, как жена Бога Шилы порвать, показала ей Сити, кто она такая, что она богиня, имеющая 10 воплощений, имеющая вот такие-то, такие-то, там, Машу, вот, изменение Сити коренным образом изменилось. Она уже поняла свою мощь, и от того, что она поняла, осознала, кто она такая, она уже ее в какой-то мере и прочувствовала, она перестала бояться Равана, и уже вместо почтительного Ланкэш стала называть его Ланкэшка. Это тот Ланкэшка, он хочет что-то сделать со мной. Ну, да как бы я с ним не сделала такого, этакого, что он и не подозревает. То есть, вот она интересная вещь. Когда нам вот, как бы сказать, общество залошило каждого человека, повязало с законами, вот это, кто-то можешь, вот это, не можешь, и так далее. Все. Человек вот тут, как бы сказать, живет в рамках, и не понимает, и не знает, насколько велики его возможности. И общество, или силы, которые имеются в нашем обществе, заинтересованы в том, чтобы никто не осознал, чем он на самом деле является. И можно было им легко управлять. Вот вам и сериал «Ситая рама». Все это было много тысяч лет назад, и все так же и остается, и после этого. Осознание – это великая вещь. Осознание, в первую очередь, кто ты есть в этом мире. И дальше уже, если ты, насколько, вернее, ты это осознаешь, настолько ты и начинаешь действовать. При этом бы хотелось подчеркнуть, что это не значит, как рована всех делать своими слугами, всех их подчинять, всяких такой, держать в страхе. А свободное развитие, пожалуйста. Вот она, Вселенная. Вот она. Матушка-Земля, развивайся, совершенствуйся, как ты там хочешь. Не мешай никому. Не используй никого. Потому что, когда ты начинаешь кого-то, ну, допустим, подавлять, кого-то принуждать, вроде бы он на тебя работает. Но на самом деле, на самом деле, и ты огромное внимание, огромной жизненной силы, ресурсы свои тратишь на то, чтобы его контролировать. То есть вы, оказывается, хозяин и раб, они привязаны друг к другу. Надо заставить раба работать, надо что-то такое делать, надо об этом как-то постоянно думать, иначе он выйдет из-под твоего контроля. То есть, опять-таки, не свободная такая вот жизнь, а все это вот привязано к чему-то. Heck, Ах- Ах- Ахх- Ах- 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 Продолжение следует...